Здравствуйте! Это передача для родителей. Учимся растить любовью. Я Марина Ланская. Сегодня у нас в гостях психолог Мария Порошенкова. Оговорить будем о том, как учить детей справляться с трудностями. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, зрители. Тема справляться с трудностями. Действительно, каждому, наверное, ребенку, взрослому, подростку приходится справляться с трудностями. Трудности нас сопровождают на протяжении всей жизни. Наверное, как только ребенок рождается, у него уже появляются какие-то трудности. Он не может дотянуться до игрушки, потом ему трудно встать, трудно сесть. И его всегда подхватывает мама, которая ему помогает. Но в какой-то момент мы же должны научить ребенка справляться с трудностями самостоятельно. Вот с какого же момента нужно начинать его приучать справляться с трудностями? И главное, как это делать? Трудности – само по себе слово чудесное. Мы его воспринимаем как некое препятствие. Но если посмотреть на саму структуру слова, трудности – это слово образовано от слова труд. То есть о чем это? О том, что для получения какого-то результата необходимо что-то сделать, затратить какие-то усилия. И первая трудность, с которой встречается каждый человек на планете – это его рождение. Ведь сам процесс родов – это трудится не только мама. Малыш трудится вместе с мамой, прилагая невероятные усилия, проходя вот этот свой первый и очень сложный в жизни путь. И от того, как он его проходит, даже происходят определенные изменения в психике, которые влияют на всю его дальнейшую жизнь. Поэтому, преодолевая трудности, в первую очередь мы формируемся сами как личность. Ну и, естественно, приобретаем какие-то удивительные и полезные навыки. И когда же мы начинаем уже подхватывать своего ребенка в этом деле, учиться справляться с трудностями, ему нужно? А мы когда начинаем ему это помогать делать? Когда он уже родился? Или все-таки первый год мы его просто опекаем, заботимся, и уже потом начинаем обучать его справляться с чем бы то ни было? – Если тонко и наблюдательно посмотреть за первым годом жизни малыша, то сначала мама кладет игрушку рядышком, а потом чуть дальше, заставляя таким образом малыша двигаться, чтобы он начал ползать. И вот это само событие, оно вообще показывает весь смысл вот этих преодоления трудностей. То есть в процессе преодоления трудностей, во-первых, ребенок получит то, что он хочет. Он хочет вот эту игрушку. Во-вторых, он приобретет замечательный навык. Навык ползания. А в-третьих, он приобретет замечательный навык преодоления чего бы то ни было для достижения результата. Такой очень глубинный и серьезный опыт, который он сможет прикладывать абсолютно в любой сфере своей жизни. И если вот так глубоко на этот процесс посмотреть, то мы понимаем, что каждая наша попытка развития малыша, она как раз из этого и состоит. Мы даем что-то чуть сложнее, чуть труднее, чем обычно. И таким образом ребенок все время двигается вперед, 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 вперед. Мы говорим, давай вставай, ты можешь, у тебя получится, шагай ножками. И очень радуемся вот этому первому шагу малыша. И вот эту радость я каждый раз прошу родителей вспомнить, когда они радовались вот этому первому шагу малыша. Когда он преодолел большую силу притяжения земли, огромную, и смог это сделать. И дальше эту же радость испытывать, когда другие трудности ваш ребенок будет преодолевать. Уже неважно, сколько ему будет 4 или 40 лет. Вот уже сейчас, когда мы с вами заговорили, выясняется, что слово «трудности» не обязательно негативный подтекст. Ведь если рассматривать его действительно как слово, которое происходит от слова «труд», а что в нашей жизни? Наша жизнь состоит из труда. И если мы будем к этому относиться как к чему-то неприятному, негативному, вот, надо же, все время нужно трудиться, эти трудности. Это одна история. И совсем другая история, когда мы это рассматриваем как движение от одной мини-цели к другой. Вот ребенок пополз, вот он встал. Ну и у взрослого человека точно так же есть цели, к которым он движется через эти самые трудности. Совсем другой подход. Но почему же тогда у нас, у взрослых людей, случаются такие перекосы? Что-то происходит не так? Нас как-то неправильно развивают в детстве? Нас как-то неправильно готовят к этому преодолению трудностей? Или каким-то другим образом происходит вот это вот неправильное формирование к труду, к трудностям и к преодолению? Вы правы, Марина. Все, конечно, у нас все проблемы идут из детства, и все наши достижения, они тоже идут из детства. И когда родитель позволяет ребенку преодолевать эти трудности, то тогда и ребенок растет более целеустремленным. Он не боится труда, он не боится неудач. Потому что каждый ребенок, научившись ходить, перед этим огромное количество раз падал. Но, и приведу как иллюстрацию, в тот момент, когда малыш учится ходить, уже делает свои первые неуверенные шаги. И многие родители, естественно, желая помочь своему малышу как-то его оберечь от возможных падений, придерживают его. И очень часто родители держат руку около затылка ребенка, понимая, что уберечь надо самое важное – шею и голову. Но вы знаете, Марина, парадоксальная ситуация. Ребенок, чувствуя руку около своего затылка, что делает? Расслабляет мышцы и перестает группироваться. Именно эти дети получают наибольшие травмы при падении. Вроде бы, да, желание родителя абсолютно понятно. Но ребенок получает информацию о том, что слишком безопасно и перестает группироваться. Можно придерживать за ручку, за пояс, за что-то еще, но никогда, ни в коем случае, не в области затылка. Потому что падая ребенок, соответственно, не будет группироваться. И точно так же все и остальное воспринимается. Как только родители говорят, это трудно, не надо, не делай, давай что-то полегче. Желая своему ребенку добра, понятно, благо. Родители о чем говорят? Трудно – это страшно, трудно – это плохо. Трудно – это никогда не получится, не делай этого. И человек, получая такой очень глубокий детский опыт, естественно, боится идти дальше. А вот вообще умение преодолевать трудности у ребенка формируется автоматически, если мама его к этому подталкивает? Или есть дети, так скажем, осторожные? Например, ребенок, который хочет что-то сделать на детской площадке, куда-нибудь залезть, куда-нибудь перепрыгнуть, видит препятствия перед собой и считает его слишком сложным, разворачивается и уходит. Всегда ли это дело в воспитании родителей? Или действительно есть вот такие вот осторожные дети, и с ними надо как-то тоже, может быть, осторожно, но все-таки обучать их? Может быть, не делать из них прыгунов и спортсменов, но, по крайней мере, как-то преодолевать трудности, а не разворачиваться, уходить, придется и их. Есть ли такие дети? Как с ними поступать? Как правило, те родители, которые тревожатся за то, что их дети слишком осторожны, этому всегда есть причина. Почему так родители сильно тревожатся? Потому что, скорее всего, они сами были очень-очень осторожными или получили какой-то травмирующий опыт, какое-то падение или что-то еще, и таким образом оберегают своих детей. И дети, естественно, они улавливают эту тревогу родительскую раз, а два, конечно, генетику тоже никто не отменял. И естественно, что это дети своих родителей, если родители такие тонкие и тревожные, то и детки такие же у них рождаются, тонкие и тревожные. Но, как правило, сама обстановка вокруг ребенка, она показывает ему, иди, пробуй, экспериментируй, у тебя получится. Советский период чем был хорош? Все были воспитанники двора. Во дворе было можно практически все. И во дворе вот этот принцип товарищества, что я тебя поддержу, ты поддержишь меня, мы, если что, друг друга спасем, он позволял людям идти, вот маленьким людям, детишкам, идти на какие-то рискованные вещи, преодолевая эти трудности, и таким образом вырабатывать тот самый пресловутый характер советского человека, который тоже способен многое преодолевать. А сейчас ситуация такова, что общего двора практически нет. Каждый выходит со своей мамой. Каждая мама, как главный страж, идет позади ребенка, практически держит снова руку на затылке и говорит «я тут, я тебя спасу». И дети, они не учатся, они только не взаимодействуют с другими людьми, детьми, взрослыми, старше, младше, но и, соответственно, на любую трудность первая реакция ребенка – взгляд на маму или на папу. Как оценит эту трудность мама, как оценит эту трудность папа? Пойду я или мы пойдем вместе, или вообще мама сделает страшные глаза, и я в ту сторону даже не пойду. Таким образом, внутренняя оценка ребенка, она пропадает. И вырастает человек, который не в состоянии реально оценить предстоящую ему какую-то сложность и трудность. И дальше уже два варианта. Или с тремя головы несемся и попадаем в какие-то истории, или боимся, не делаем шаг, а потом говорим «Господи, как же все это было просто, почему же мы это не сделали?» Поэтому, конечно, небольшая такая дистанция между родителями и ребенком вообще в воспитании, она очень полезна, когда дать ребенку возможность сделать самому. Пусть он попробует, пусть попытается, пусть у него не получится. Если вы видите, что ребенок пытается сделать то, что вы знаете, 100% у него не получится, пусть он это делает. Опыт неудач направляет нас только к дальнейшим действиям, а не к остановке. Мария, а как поступать в обратной ситуации, когда ребенок вот как раз несется, сломя голову всюду, и хочет взять препятствия, которые, но даже если посмотреть на это отвлеченно, ну никак ему не могут быть по возрасту. Такое ведь тоже частенько бывает. И тут мама должна поставить перед ним какие-то обороты, какие-то засовы повесить и сказать, что вот это нельзя, с третьего этажа с зонтиком прыгать нельзя, предположим. Ну и так далее. Есть же масса вариантов, когда ребенку нужно сказать нельзя. Но в этот момент возникает опасность. А не пресекаем ли мы вот эту вот самую возможность, его сейчас обучиться преодолевать свои трудности? Или это все-таки о других трудностях? Прими невозможность выполнения. Найди другие способы, найди другие варианты. Как здесь поступать? Хороший ваш комментарий. Да, не травмируем ли мы ребенка, запретив ему прыгнуть с третьего этажа? Не случится ли у него тяжелая психологическая травма на всю жизнь? Естественно, ответственность родителя никто не отменяет. Естественно, родитель всегда оценивает опасность жизни и здоровья своего ребенка. Но если у ребенка возникла мысль прыгнуть с зонтиком с третьего этажа, то он каким-то образом к этому пришел. Значит, он что-то интересное в этом направлении думает. Это повод для диалога выяснить, чем вот же его так эта ситуация прельщает, и насытит то любопытство, которое возникло у ребенка. Это не значит, что его надо выкинуть с третьего этажа с зонтиком. Но, например, можно запустить зайца с зонтиком, посмотреть, что будет. Можно пойти и попрыгать с вышки на парашюте или еще что-то. На батуте попрыгать, поймав вот это ощущение полета. По какой-то причине ребенка вот именно эта деятельность манит, понаблюдать, поисследовать, что там такого, почему именно это заинтересовало ребенка. Возможно, это станет его профессией на всю жизнь. Именно вот этот огромный интерес в этой сфере. А если мы скажем просто нет, нельзя и все, или расскажем, что ты там разобьешься и будет кошмар, то, конечно, мы ему как раз вот либо травму нанесем, либо дадим очень такой неприятный негативный опыт, либо еще больше подогреем его любопытство. И таки он это сделает. Кроме физических трудностей, сейчас мы говорим в основном о маленьких детях, поэтому это ходить, залезать, прыгать, бегать. Но ведь есть и другие трудности. Психологические трудности, трудности адаптации в новом коллективе, трудности очень разного характера. Давайте поговорим и о них. Как учить ребенка справляться с такими трудностями? И вообще, как не растеряться во всем этом многообразии трудностей? Ведь вся наша жизнь требует какого-то нашего труда. Не только там, где мы прикладываем физические усилия. Тогда, я думаю, что есть смысл опять вернуться к нам в той самой первой схеме, когда малыш учится ползать, а перед ним лежит красивая игрушка. Ребенок, оказавшись в ситуации трудностей психологических, например, адаптации в коллективе, и предположим, что адаптация эта идет не очень успешно, то тогда у него, соответственно, возникает вопрос, а зачем мне все это? Тогда мы ему должны, как тому ползающему малышу, предъявить некую яркую игрушку, некую цель. А для чего вообще все эти трудности тебе нужны? Для чего? И найти те самые важные слова, которые как раз покажут ребенку, чего мы добиваемся. И чем более земные будут эти слова, чем более конкретные будут эти вещи, тем более понятно будет ребенку. Если мы ему скажем, это поможет тебе вырасти большим и сильным, он скажет, это так далеко, и я стану большим и сильным обязательно, но без этой ситуации, тут я не буду. А если мы четко совершенно скажем, что ты сможешь стать сильнее, ты раньше поднимал одну гирю, теперь будешь две гирьки маленькие поднимать, или ты раньше не знал английский язык, а теперь ты сможешь на нем разговаривать. Дадим абсолютно конкретные маркеры, по которым ребенок сможет оценить, зачем мне это надо и как я дальше с этим буду. И тогда уже, безусловно, ему становится понятно, и энергии для преодоления трудностей будет больше, и сопротивления, соответственно, будет меньше, но эффект будет приятнее. Ну вот это, наверное, первое и основное. Да, и очень хорошо, что вы об этом сказали, это видеть цель для преодоления трудностей. Трудно, опять-таки трудно преодолевать трудности, когда не видишь целей. Просто ради самого труда мало кто трудится, все хотят какую-то, ну, что-то за это получить. И вот выставление правильных целей, это, наверное, одна из таких вот важных ступеней в формировании умения справляться с трудностями. А какие еще вот такие вот ступени вы бы обозначили для родителей, которым нужно следовать обязательно? Ключевое слово – это слово ступени. Прямо вот то, что я хотела сказать. Конечно, есть такая чудесная метафора, как съесть слона – вопрос, ответ – маленькими кусочками. Каждое движение к цели предполагает некие шаги. Никто цели не достигает, шагнув один раз за 100 километров. А необходимо сделать много-много мелких шагов. И когда стоит далекая высокая цель, как, например, адаптация в коллективе, ребенку непонятно, когда я туда приду, как я туда приду. Ему непонятно, я сейчас как, я уже ближе или не ближе. И сделав такие как бы маленькие путевые отметочки, мы помогаем нашим детям видеть их движение в пути. Вот сегодня ты пришел, ты уже там… Вчера ты только с Петей разговаривала, а сегодня с Петей с Мишей. Смотри, уже у тебя получается. Вот этими маленькими-маленькими микрошагами, помогая ребенку оценивать именно само движение, направление. Потому что именно движение, оно является в этой ситуации спасительным. В любом труде важны движения. И тогда и трудность, она более радостной, что ли, станет. И даже мы будем ее ждать, потому что будем знать, что у нас есть этапы с ней справиться. И в конце обязательно я сам себе скажу, я большой молодец, я это сделала. Но тут, наверное, мы коснемся и нескольких параллельных, так скажем, тем. Например, эта тема, как смиряться с поражением. В общем, мы эту тему уже рассматривали в своей программе. Но хочется и сейчас вот в контексте данной темы обсудить, а что же делать вот с теми падениями, прежде чем ребенок сделает первый шаг, он падает. И если у ребенка это все-таки рефлекторно происходит, он встает, он исследует мир, ему все равно нужно встать и пойти, то уже к подростковому возрасту может быть нарушен баланс, и ребенок может пасовать перед трудностями, которые не дают результата, когда он пытается их преодолеть. Вот что же делать в такой ситуации? Как все-таки подтолкнуть, несмотря на поражение, встать, подняться и идти дальше? В первую очередь надо не обесценивать те фиаско, которые постигают наших детей в преодолении трудностей. Потому что обесценивая их, да ладно, да что ты, да ерунда, да в следующий раз получится. Мы говорим о том, что сейчас ты не успешен, сейчас ты не вынес никакой опыт, сейчас ты проиграл. А проигравших в жизни нет. Мы всегда в каком-то выигрыше, мы всегда приобретаем какой-то навык, мы всегда чему-то учимся. Важно просто это увидеть. Поэтому в первую очередь надо проявить сочувствие и сопереживание к своим взрослым детям или к детям-подросткам и сказать, да, это очень важно, что здесь у тебя не получилось. Я переживаю вместе с тобой, я расстроен вместе с тобой. А дальше уже, после того, как пройдут вот эти первые острые эмоции, и человек поймет, большой или маленький, что он не один в своих переживаниях, что кому-то цены его переживания, дальше уже есть смысл раскрывать эту ситуацию и смотреть. Но ведь ты же шел, ты же какие-то шаги делал, ты же куда-то пришел. Давай посмотрим, куда ты пришел, чему ты научился, а где твой успех. И зачастую оказывается, что его успех-то гораздо больше, чем успех тех победителей, которых мы видим. И человек, который много раз попадает в ситуацию трудностей непреодолимых, он как раз в жизни будет более успешен, чем тот, который все свои трудности будет преодолевать, и в итоге не получит вот этого опыта, выхода из никакой-то негативной ситуации, из негативного опыта. И у него будет вот этот синдром отличника как раз, синдром удачника, у которого удача всегда рядом. И когда что-то пойдет не так, то человек, конечно, будет очень растерян и потерян, и ему будет непонятно, потому что не будет у него такого опыта в жизни. А раскрывая каждую неудачу, рассматривая ее внимательно, как минимум, что вы носите из неудачи? Что мы семья, и мы любим друг друга, несмотря ни на что. Вот это первое, что всегда, вот оно лежит на поверхности. Ну да, ты проиграл, но ты для нас важен, для нас важна была твоя игра, для нас важны были твои любые успехи в этой истории. А дальше уже потом смотреть, смотреть и смотреть. Мария, но тут еще у меня возникает вопрос. Вообще не люблю нововыдуманные слова, но есть такое слово сейчас, современное, достигатор. И так называют людей, которые живут вот именно тем, что они постоянно преодолевают трудности, все время куда-то движутся к каким-то целям, которые себя постоянно выставляют. И это люди, которые практически никогда не испытывают удовлетворения от жизни. Вам, наверное, как психологу такие известны. Тут тоже, наверное, какие-то были родительские амбиции, когда, да, ну и что, что ты победил в Олимпиаде в городе, зато ты не победил на региональном конкурсе или не вышел на всероссийский конкурс. Ну и так далее. То есть есть родители, которые всегда недовольны результатами своих детей. И, соответственно, и ребенок потом вырастает, точно так же всегда недоволен. Вот тут непонятно, то ли родители действительно выставляют все время новые цели, чтобы у ребенка было движение, чтобы он не остановился. С другой стороны, ну откуда тогда берутся вот те самые взрослые, которые никогда не удовлетворены собственными победами? Только что говорили мы об обесценивании проигрыша. А то, что говорите вы, это как раз обесценивание победы. Когда я приложила огромные усилия, и тебе говорят «да, но». А за этим «но» идет полное обесценивание твоего труда и твоих усилий. А для каждого человека хоть маленькая победа над собой, она очень важна. И важно, чтобы семья эту победу принимала. И, конечно, с одной стороны, вот это обесценивание, оно в итоге приводит людей к вот этой вот бесконечному жизни в таком колесе, где нет конца, где ты все время в каком-то движении, и в итоге у тебя нет никакой конечной цели. Потому что какой бы цель ты ни достиг, тебе тут же говорят, эта цель оказывается не конечная. Конечная была вот та. Ты до туда добежал, тебе опять говорят «ну нет, нет, это, конечно, хорошо, но вообще вот туда». И вот эти моменты, сразу вопрос, чего хотим родителям, кого растим, чего добиваемся, что в итоге получим. И что вы, родители, готовы сами для этого сделать. Потому что часто такие родители говорят, да я всю жизнь ему положил, да я это, то, а он все бросил и тоже обесценил. Взаимно обесценил, потому что в свое время обесценивали его. Поэтому, как правило, за людьми, которые не получают удовольствия от достижения цели, стоит вот такое вот детство, в котором не было какой-то такой радости. И эти люди, они таким образом себя компенсируют. Как правило, это очень низкая самооценка. Да, эти люди действительно добываются потрясающих результатов. Ну, просто потрясающих. Но дальше что? Мы знаем массу таких спортсменов, олимпийских чемпионов, которые теряются после того, когда они доходят до какой-то конечной точки. Как будто иных точек развития в жизни нет. Ну что же, спасибо большое, Мария, за интересную беседу и за те ответы, которые вы дали, и за те вопросы, которые возникли еще по этой теме. И я думаю, что тут есть о чем поразмышлять. Мы ждем вас снова у нас в гостях. На этот раз прощаемся. До свидания. Всего доброго. До свидания. Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова